МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это две разные жизни. Видела вот эти потом страдания, мучения. Представим, да, как бы встречу мужчины с девушкой. Где-нибудь там в ночном клубе познакомились, подпили. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Церковь Христова – это церковь торжествующая и воинствующая. Торжествующая церковь – это ангелы, это наши святые, это сам Господь. А церковь воинствующая – это мы с вами. Каждый из нас – православных христианин. Мы присоединяемся с вами к войне, к непримиримой борьбе со злом. Все. Но каждый из нас имеет в церкви свое место, свое послушание. И на этом послушании каждый борется со злом по-особенному. О некоторых таких способах, методах борьбы со злом мы сегодня с вами поговорим. Ты принимаешь гранаты, значит, Колчаков. Ты у нас идешь на 100 метров. Жизнь до и после. Знакомьтесь, Ярослав Шевченко – бывший любитель ночных клубов и легких отношений. Почему он резко изменил свою жизнь? Очень много парней, с которыми я общаюсь. От многих я слышу фразу «год в никуда», «псу под хвост». Ярослав попал в армию таким же образом, как и многие его ровесники. Забрали после школы. В институте, куда он поступил на архитектурный факультет, не оказалось военной кафедры. Ярослав представлял себя бойцом спецназа или воздушно-десантных войск. Зная, что глаза у него не как у орла, даже попытался обмануть призывную комиссию. Выучил наизусть буквы, с помощью которых проверять зрение. Но врачей обвести вокруг пальца не удалось, и юноша пошел служить в мотострелковую часть под названием «Мличник». перед тем, как везти в казарму. И первое, действительно, что я увидел в армии, это был храм. Я вышел из зила, выпрыгнул, все пыльные, потные, вонючие, и наткнулся на купола, увидел сразу кресты. Ну и это здорово мне поначалу настроение подняло. И третий раз. Ярослав стал заходить в храм святого Дмитрия Солунского. Церковь находится на территории воинской части. Сначала свечку поставить, а потом и пообщаться с прихожанами. Любовь, наверное, притягивала. Любовь тех людей, которые были там друг к другу, отношения друг к другу. Когда я приходил в храм, я забывал, на самом деле, о том, что я солдат. То есть ко мне относились так же, как к офицерам, так же, как к обычным гражданским людям. Все общались друг с другом, как сестры, братья. Они как сержанты, рядовые лейтенанты. По природе человеку это не может не нравиться. И я стал ходить туда чаще. У Ярослава появился близкий друг Сергей. Одновременно со службой он учится в Хабаровской духовной семинарии. Молодой человек-контрактник, старший призывника и по возрасту, и по званию. Говорили много и о разном. Почему девушки порой не дожидаются бойцов из армии? Каким образом людям нужно отвечать на зло? Я человек эмоциональный, я человек вспыльчивый. Легко ли не ответить злом на зло, это, опять же, говорю, это безусловно тяжело. Это безумно тяжело, это нереально тяжело. Когда тебя стоят, матами покрывают, и когда ты способен промолчать, развернуться и быть умнее. Вот в этом есть мужественность. Невозможно победить зло злом. Ибо добротой оно как бы побеждено будет. А еще Ярослав увидел отношения любящих друг друга людей, Сергея и его жены. Я ни разу не услышал от Сергея, там, Даши, там, какие-то слова, там, Дарья. Всегда он называл ее Дарьюшкой или Дашенька. Цепляло больше, как оно мне нравилось, и мне это было непривычно. Прежде всего, у Ярослава изменилось отношение к девушкам. Раньше он видел их только с одной стороны. Раньше, да, я мог, ну, грубо говоря, да, там, девушка идет какая-нибудь, о, там, смотри, какая там. То есть ты не оцениваешь девушку как человека, ты не оцениваешь ее внутренний мир при общении. Ты смотришь на нее визуально, там, вот, смотри, какая там фигура, да, у нее классная. Классная, я бы с ней там повстречался, грубо говоря. Сейчас нет, сейчас, наверное, больше начали волновать какие-то, какие-то, именно, духовные качества в девушке. У меня абсолютно было другое понимание об отношении между мужчиной и женщиной, именно близких отношений до брака. Абсолютно я к этому спокойно относился в миру, я абсолютно относился к этому спокойно всю свою жизнь, думая, что это нормально, да, что это, ну, можно, там, гулять, там, направо-налево. Инстинкты, скажем так, это больше животные. Когда ты сохранишь себя, когда ты сохранишь свою вторую половинку для семьи, для семейной жизни, какая будет потом радость семье, да, после, когда вы уже начнете, ну, вступите в близость, когда вы начнете, ну, любить друг друга и, как бы, друг другом наслаждаться в полной мере, да, и какая-то, ну, это, по сути дела, это награда, да. Для тех людей, которые друг друга хранили, которые несли все это, как бы, долгое время терпели, не срывались, ходили в храм, исповедались, причащались, ну, опять же, не блудили, да. И уже в конце концов, когда пара создаст крепкую семью, они не развалятся, как разваливаются большинство браков в первых три года, да. Есть такая, как бы, поговорка замечательная. Самое главное достоинство мужчины – это порядочность его женщины. То есть привлечь может в женщине целомудрие, скромность, добропорядочность. Когда девушка не испорчена, хотелось уже увидеть что-то не разукрашенное, да, там, с такими вот губами, там, с красной помадой, там, в клубе какой-нибудь, там, прически всякие. Хотелось увидеть что-то русское, чистое. Чудеса, оказывается, бывают. Ярослав встретил девушку своей мечты. Причем не покидая армии, и не где-нибудь, а в храме. Дело было в канун Рождества Христова. Я увидел девушку, стоящую в платке, не накрашенной, там, тонной, там, тональный крем, да, вот. Вот. Без помады, без всего вот этого, я увидел, как бы, натуральную красоту, скажем так. Она стояла в платке, в юбке со свечкой, она стояла в храме. Вот, это, наверное, меня очень зацепило. Что будет дальше, Ярослав не знает, отношения развиваются. Однако у молодого человека планы на будущее имеются. И какая моя будет семья, она будет многодетная, прежде всего, да? Не боитесь? Кто с Богом живет, тому, кого бояться нечего. Я вижу свою семью, это, то есть, я просыпаюсь, да? У меня там три сына, с которыми я, да, мы с утра проснулись, там, покачали пресс, там, поотжимались. Я хочу быть молодым отцом. Колени прямо держи. Колени прямо держи. Я вижу свою семью в православии. Если бы вся Россия жила с Богом, да, если бы вся Россия жила бы, да, там, по закону Божьему, да, то есть, не убей, не укради, не обижай ближнего, не... Ну, то есть, да, по Евангелии, грубо говоря, то какая была бы Россия? И какой она есть сейчас, да, где бей своих, чтоб чужие боялись. В армии у Ярослава дел не в проворот. Помимо основной службы, он учит приемам самозащиты детей из соседних поселков. Трудится также чтецом в храме. Так углаголит Господь, где возведывает земли пастыря отец своих, где есть возложив в них духа святаго, вошедшая десница Моисея. Ты идешь в армию, и твоя семья может чувствовать себя защищенной, потому что она знает, что мужчина в армии служит, и что если что, вдруг, если какой басурманин на нас пойдет, он сможет вас защитить. Я несказанно счастлив, что я попал в армию, и я не приобрел здесь физически, да, столько, сколько я здесь приобрел духовно. У Ярослава заканчивается срок службы. Он надеется, по возвращении домой сбудется еще одна мечта. Молодой человек хочет отговорить брата от эмиграции. Тот собрался искать лучшие жизни в чужой стране. Далеко от нас понимание ушло слов там «Россия-матушка», да? Сейчас наша раша, я пойду воевать не за нашу рашу, а за веру и отечество. Изменилось отношение и к смерти, и к жизни. Сейчас я понимаю, что у нас возле храма тоже очень емкая фраза написана «Нет больше той любви, чем если кто положит жизнь свою за други своя». То есть если человек воин, да, умирая, защищая своего товарища, защищая своего близкого, то, наверное, на данный момент для меня бы лучше, скажем так, смерти не было бы. Кто с Богом живет, да, там, в принципе, не страшно ничего. Воин. Это мужество, это долг, это честь, это отвага. Такие человеческие качества без помощи Божьей получить и развить невозможно. Поэтому каждый воин должен быть верующим человеком. Цель жизни воина – это защита тех, кто тебе дорог, своих близких, своей семьи, своего народа, своей Родины, до готовности отдать жизнь за любимых тебе людей, за Родину. Такую цель без помощи Божьей тоже невозможно достичь. Но, на мой взгляд, самая, пожалуй, трудная воинская стезия состоит в том, чтобы воину, который борется со злом, самому не оказаться этим злом побежденным. Вот для этого ему и имеет нужную огромную любовь. Не только к своим ближним, не только к тем людям, которых он, не зная, защищает. Но еще и, подобно Христу, по заповеди Христовой, иметь любовь к своим врагам, чтобы, побеждая зло, преодолевая зло, борясь со злом, самому этим злом не заразиться. Истинный воин – это воин Христов, который, подобно Христу, борется со своими врагами Христовой любовью. 50 человек обязаны ей жизнью. Знакомьтесь, Вера Ивановна Дегтярева – тоже воин. Каким оружием она пользуется? У тебя утро во сколько начинается? Если я не встану в 6 утра, то я считаю, что уже ничего не успела. У Веры Ивановны дел не в проворот. Она руководит отделом семьи Хабаровской епархии. Успевает заниматься клубом многодетных, а еще отбивать малышей у смерти. Благодаря ей в городе появились кабинеты предабуртного консультирования. Приветики, бабульчика! Бабульчика! Здорово! Бабушка, привет! Вера Ивановна бьется за чужое счастье. Почему? Да потому что ей свое – руководитель отдела семьи, мама и жена. Ой, ну как можно жить без семьи? Я даже, я, честно говоря, даже не представляю. С будущим мужем познакомились в 17 лет, а когда исполнилось 18, молодой человек сделал предложение. Я думаю, что мне Господь так подарил вот самое величайшее счастье в жизни – это моего мужа. Потому что таких, ну уже, наверное, как у меня супругки найти. Это такая надега, это такая опора, это такая сила, вот, ну не знаю, он меня поддерживает во всем. Жалко, устает, конечно. Я даже, бывает, она придет домой, приляжет там, что-нибудь с древней, я телефон прячу. А они постоянно звонят, каждые пять минут звонят. Мне сейчас скажи, что такое любовь. Я не скажу, что это такое любовь. Я просто скажу, что, наверное, переживание одного человека за другого – это и есть любовь. Он переживает, пообедала я или нет. Я волнуюсь, у него заболела вечером нога, почему она болит. Саш, салфетку надо, пожалуйста, постелить. Горячее очень. С мужем вместе 39 лет, а любовь только усиливается. Как сохранить? Ну, наверное, только то, что ты понимаешь друг друга, наверное, но стремишься к тому, чтобы не обидеть этого самого близкого человека, который у тебя один. Без этой женщины я, наверное, все-таки и не смог бы жить, как говорится, и никогда не был бы самим собой. Я благодарю этой женщине, что она у меня есть. Ой, как приятно слышать. Я подслушала. Я в жизни точно не грешна, я не делала аборта. Вот нам Господь послал одну дочь. Но я как-то стала в своей жизни, наверное, с годами задумываться. Я лежала в больнице, и так мне не подвезло, что я оказалась там, где делали аборты. Видела вот эти потом страдания, мучения. Моя, так сказать, подруга, она совершила этот аборт и очень тяжело заболела, и у нее пошло на этой почве развитие онкологического заболевания. Но у меня все время вкрутилось в это голове, как это вот, ну как вот женщина может совершить, взять и убить. Вот это же равносильно, вот он живой стоит, а или там в животике. Ну, одинаково взять и убить этого ребенка. Вера Ивановна стала интересоваться, как делается аборт. И ужаснулась, ребенка без обезболивания разрывает на части. В это время он пытается кричать. Это было страшно, это было жутко. А потом я в своей жизни еще касалась тех женщин, которые совершили аборт. Вроде бы, как лишний ребенок, лишний, не нужен, сделав аборт, а потом им мужья ставили в упрек. Ну ты же убила собственного ребенка. Хабаровчанка выиграла грант в фонде Серафима Саровского, вышла на Министерство здравоохранения и в городских поликлиниках открылись кабинеты особого назначения. Туда врачи стали направлять женщин, которые решились на убийство. Плечи подставили психолог, социальные и медицинские работники, юрист. Вера Ивановна помнит день, когда родился первый ребенок. Ее звали Лидия. Это было воскресенье, вот что. Так как я встаю рано утром, и вот она прям позвонила в 7 утра. Я была вообще, не знаю, у меня даже слезы побежали. Чужая женщина родила ребенка, но я вот плакала. Среди тех, кого вырвали из лап смерти, Маша. Когда мама, узнав о беременности, решила сделать аборт, не помогли даже уговоры мужа. Чудо произошло после беседы с психологом. Наш смысл жизни. Теперь мы живем в радости. Раньше я думала, что больше двух детей у меня не будет. А сейчас я уже и не думала, что Маша будет последняя. Вера Ивановна, наша вторая мама. Я тебя любила. Женщина — удивительное творение Божие. Господь даровал ей особые физические возможности, особые духовные и душевные силы. Женщину он наделил особым терпением, вниманием, четкостью, заботой. Как тоскливо и тяжело было бы людям, как нелегко бы было в мире, если бы не женские добрые руки и любвеобильные сердца. Женщина обладает особым даром сострадания к человеку. Поэтому, как много женщин сейчас трудятся в сфере социальной помощи, социального служения. Как важна функция женщины в семье, какими бы вырастали дети, если бы не любящее женское сердце. Но у женщины есть еще одно качество. О нем говорится в песнопении Пресвятой Богородицы. «Радуйся, радости наши, покрый нас от всякого зла, святым Твоим амафором». Женщина в церкви тоже воин. Правда, воинство у нее особое. Мы должны бороться со злом, побеждать зло любовью. Побеждая зло злом, мы заражаемся от него. Побеждая зло любовью, мы побеждаем зло и обогащаемся этим великим Божьим даром. Так вот, воинство бывания женщины, на мой взгляд, состоит в том, чтобы, ухаживая за детьми, помогая обездоленным, поддерживая людей, дарить им, делиться с ними и возжигать и поддерживать в них великий Божий дар, который носит название «Любовь Христова». Мастер спорта по боксу крещен дважды. Знакомьтесь, отец Василий Диденко, представитель духовного спецназа. Опа! Да! Боксеров бывшие не бывают, на соком уровне. Чувствительный боксер, чувствительный стекло не делается. Профессиональный спортсмен батюшку уважает. Как и никак отец Василий завидовал в Институте физкультуры кафедры бокса. Это две разные жизни. Жизнь без Бога это похоже на звенящую пустоту, на стружку закрученную само на себе. И только с приходом веры в сердце появилось смысл, ради которых стоит жить, трудиться, ради которых есть готовность умереть. Впервые в храме тогда еще просто Василий побывал в возрасте полутора лет. Его тайком от отца принесла в церковь бабушка. Однако, чтобы прийти к Верих, Боровчанину пришлось пройти путь длиной в 40 лет. Хотя во многих святых местах бывало, но ни разу не переступил порог храма до 40 лет. Абсолютно. Даже просто из-за вопроса. О Боге задумался, будучи уважаемым в Светском Институте человеком и не зная, что крещен в детстве, прошел таинство второй раз. Сейчас батюшка является настоятелем прихода святого Александра Невского, а еще возглавляет отдел по взаимодействию с вооруженными силами Хабаровской епархии. Дарья Людмилы, Елены Михаилы, болящие Татьяны Натальи. А как же бокс? Я ни разу не пожалел о том, что я занимался боксом. Он мне не раз выручал и таких в подворотнях, если говорить, и за рулем. Спорт, особенно бокс, приучает мгновенно оценивать ситуацию и действовать. Даже не принимать решения, а действовать. И вот эта свернутость, ситуация, оценка и действия, она позволяет успевать. в режиме, когда нет времени ни на что. Делание духовное, оно требует усилий, требует терпения. А спорт, он приучает терпеть сверхнагрузки. И те нагрузки, которые сейчас на меня, как на священник, как на стоятеля, как на руководителя отдела накладывают, я способен их нести до сих пор, потому что спорт дал определенную закалку, закваску. И современный спорт, он постепенно из любительского, где основная цель была участие, а не сама победа. перерос в некую уже бизнес. И ради наживы, ради риза большого идут колоссальные нагрузки. И в конечном итоге все сползло в допинг средства, потому что современные нагрузки тренировочные перенести невозможно без допинга. И вот если мы по этой дороге идем, то это зло. Если мы идем по пути массового спорта, где целью является воспитание человека, причем не мышцы накачивания, а именно воспитание, то тогда это благо. Какие цели человек преследует? Потому что занимаясь любым видом спорта, можно или оправдаться перед Богом, или осудиться. Потому что цель, она должна быть за чертой смерти. Она должна человека вводить в вечность, она должна перед ним открывать царство небесное. А можно немножко о личной жизни? Батюшка согласился приоткрыть завесу тайны. Ему было 18, ей 16. Молодые оказались в пионерском лагере, он трудился вожатым, она помогала на кухне. И вот я как-то не хватило ложки меня за столом. Я так подошел к этому розачному окну, и она там в створе этого окна. Я так раз и все. Вокруг были ребята и сказать, что там вот он самый лучший был, вот так вот. Если головой и умом, то наверное да. Когда-то прочла в книге в одной из православных, что и очень удивилась, что любовь дает Господь. Мне это так поразило. Я думала, что те чувства, которые мы испытываем, это как бы наше личное. Сейчас отношения батюшки и матушки похожи на те, о которых пишут в сказках. Однако когда-то их семья едва не прекратила свое существование. У нас как раз развалилась семья, и мы каждой своей дорогой пришли к вере. Каждой своей. И нас соединило священие, потому что мы уже собирались жить каждой своей жизнью, жить всерьез. Я хотел создать другую семью, она там свои планы днило. Нас священник рядом поставил, сказал, вы должны жить вместе. Поежились и решили. Не пожалели. Не пожалели. Спасибо, Господи. Это самое главное чудо в моей семье. Я вот сейчас с возрастом понимаю, что это хорошо и правильно, что мы не поддались какими-то искушениями, не ушли друг от друга и сохранили свою семью. Супруги рука об руку преодолели испытания. Одно из них наступило, когда будущий батюшка ушел трудиться в храм. Когда я этого мира, она тоже из достаточно высоко обеспеченной семьи мы превратились почти в бомжей. Порой не хватало денег даже на проезд в автобус. Была тогда разруха как раз в 90-е. Это тоже работа. Надо над этим думать. И даже ссоры, которые возникают, ты понимаешь, тем более, если брак венчанный, а зачастую мы много видим, если люди не ходят в храм, не молятся, не укрепляют свой брак, то та сторона рвет это все. Это не угодно, чтобы вдвое вошло в Царство Небесное за руку или как, не знаю. Поэтому это тоже надо понимать и понимать это, что ссора она даже и не ваша, и не вы там участвовали. Кто-то третий поджег вас, да? Постарался. Постарался, а вы поддались, вы просто поддались. Это тоже надо понимать и прощать сразу. Мы с батюшкой это очень же разные. Вот внешне это уже с возрастом может быть, мы там это как-то мы же разные, но мы внутри, у нас похожесть, мы можем молчать долго друг с другом, просто вот нам не скучно. однако батюшка считает, в его жизни многое не сделано. Так жалеет, что стал отцом всего одного ребенка. Упущенное наверстывает. Он создал при храме подростковый клуб. во мне, знаешь, сидит вина большая перед Богом, перед Отечеством нашим, что я в свое время не нарожал своих. И вот я сейчас эту вину искупаю. Работаем здесь, потому что это мои дети. Мои, нерожденные мной. Но мои дети. Дел еще много, но в свои 60 батюшка старается следовать правилам жизненного движения. Дорога, которая разворачивается перед водителем за рулем, это и есть по сути дорога жизни. Она тоже как тренажер. Можно застревать в поворотах и заниматься самокопанием, самобичеванием, проходя. А впереди новые испытания, новый поворот. А ты к нему опять будешь не готов, потому что все внимание на то, что уже прожито. Для этого есть исповедь, покаяние, причащение. То есть упал, очистился и надо жить дальше. Потому что вся наша жизнь это земная, это подготовка к вечности. И когда Господь нас призовет, никто не знает. Поэтому память смертная и память о втором пришествии Христа является нашим смыслом нашего бытия. Это вот и есть наша сверхзадача. Субтитры Священнослужитель и воин. Что между ними общего? Оказывается, очень и очень много. Священник — это пастырь. Священник — это тот человек, который заботится и печется о душах, вверенном ему Богом людей. Он их учит, он их наставляет, но он и защищает их от волков хищных, о которых говорил Христос, о тех, кто совращают и губят людей. Для этой войны, для этой борьбы священнику необходима стойкость, мужество, знание, качество воина. Но, наверное, самое главное в деятельности пастыря — это его личный пример. Будь образом для верных в деле, в слове и в житии. Ни один грех, ни одна фальшь не должна быть в душу священника. Если паства увидит это в своем батюшке, это может послужить ей очень большим соблазном. И поэтому, как много и сильно священник должен заботиться о внутренней чистоте, заниматься тем, что называют святые отцы внутренней бранью, войной с внутренним грехом, с согрешениями своими, с привычками, привязанностями, дабы ежедневно и ежечасно очищать душу свою от всего, всей этой нечистоты, от всего этого порока, дабы уподобиться Христу. И, подобно Христу, который вел за собой апостол, везди за собой в Царство Небесное свою данную Богу паству. Нет больше той любви, чем если кто положит жизнь свою за други своя. Для меня бы лучше, скажем так, смерти не было бы. Вера Ивановна – наша вторая мама. Цель, она должна быть за чертой смерти. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова